здравствуйте с вами компания фреш форекс и я артем гели рекомендации рынка форекс на 19 февраля валютная пара евро доллар по евро доллар продолжается нисходящая коррекция от сопротивлений 1 1375 нисходящая коррекция развивается на фоне низких объемов и на фоне низкой волатильности что сигнализирует в сторону послабление нисходящей тенденции на пути снижающей цены расположилась крепкий уровень поддержки это отметка 110 60 если тест уровня будет сопровождаться сложным пробоем с последующим переходом цены в консолидацию то высоко вероятность осколка цены вверх потенциальными целями рост рассматриваются две отметки это уровень 1 11 45 и 1 12 40 что касается альтернативного варианта и если посмотреть на рынок с точки зрения фрактального анализа либо же волнового то восходящая тенденция по евро доллар развивается в рамках среднесрочного восходящего канала настоящий аварий наблюдается отскок цены от верхней грани канала и потенциальная цель данного оскока точнее крайняя цель это нижняя грань среднесрочного восходящего канала это крайняя точка нисходящей среднесрочной коррекции и от данной точки высоковероятность продолжение бычьего тренда фунт по фунту стерлингов состоялся ложные пробу сопротивления 1 43 50 тест уровень проходил на повышенном объеме и сопровождался осколком цены вниз по всей видимости на предстоящей торговой сессии состоится повторная попытка покупателей закрепиться выше данной отметки если последующий тест также окажется ложным высоковероятность осколка цены в низкой ближайшей поддержке это отметка 1 42 50 только по факту прорыв и закрепление цены ниже данного уровня перед продавцами откроется путь к 1 40 80 в качестве альтернативных вариант рассматривать закрепление цены выше от 43 50 с последующим движением цены в область верхней грани нисходящего канала вот верхней грани канала высока вероятность осколка цены вниз австралийский доллар на протяжении всей недели покупатели никак не мог закрепиться выше сопротивления это отметка 0 71 70 повторный тест данного уровня сопровождается на фоне повышенной консолидации и пониженных объемов что говорит о послаблении восходящей тенденции однако перед тем как цена развернется вниз может состояться очередной тест верхней грани среднесрочный нисходящего канала от верхней грани канала высока вероятность осколка цены вниз к уровням 0 71 0 0 и следующая цель 0 7 50 рассматривать снижение цен с текущих позиций можно будет в случае закрепления цены ниже уровня поддержки это отметка 0 71 40 новозеландский доллар по новозеландскому доллару восходящий коррекция образованы от 0 65 55 приостановилась не доходя до ближайших сопротивления это отмет 0 66 85 на дневном графике образовался дождь что сигнализирует в сторону послабления образовавшись осколка цены вверх более того данный отскок произошел на пониженных объем это дополнительный сигнал в сторону послабления завтра возможно покупать во второй раз поднимут цену в обувь 0 66 85 далее ожидать образовать консолидации с последующим осколком цены вниз к отметке 0 65 55 в качестве альтернативного варианта можно будет наблюдать продолжение восходящего отскока к нижней грани среднесрочно нисходящего канала с последующим осколком цены вниз канадский доллар по канадскому доллару цена не доходя до ближайшего уровня поддержки 1 36 25 образовал небольшой откат цены вверх по всей видимости на предстоящей торговой сеть состоится тест крепкого уровня сопротивления это отметка 1 38 10 через данный уровень проходит верхняя грань краткосрочно нисходящего канала тест отметки 1 38 10 большей вероятностью приведет к отскоку цены вниз к уровню 1 36 25 если посмотреть на дневной график то в настоящее время наблюдается подход цены в область среднесрочных восходящей линии тренда которая в свою очередь выступает в роли мощного уровня поддержки и неудивительно что в области линии тренда объема находится в пониженной зоне а консолидация стала постепенно уменьшаться то есть это дополнительный признак в сторону того что среднесрочная коррекция от 1 45 90 уже постепенно демонстрирует свое ослабление франк по франку сегодня состоял сложный пробой сопротивление это отметка 0 99 40 при этом вслед за пробоем цена упала в область нижняя грань краткосрочно восходящего канала несмотря на продолжительную восходящую коррекцию данный рост образованы от 0 96 60 выглядит очень и очень слабо во первых он происходит на низких объемах во вторых на фоне очень низкой волатильности завтра если продавца удаст выбиться из предела нисходящего канала ожидать разворот восходящей коррекции вниз к уровня 0 98 75 и 0 97 85 в качестве альтернативного варианта рассматривается продолжение коррекции к отметке 0 99 90 с последующим осколком цены вниз иена восходящая коррекция от 111 00 по иене приостановилась на сопротивлении 114 90 от данного уровня наблюдается отскок цены вниз на фоне низких объемов и на фоне низкой волатильности уж больно не уверены выглядеть данное снижение цены однако в силу того что тренд глобальный медвежий все-таки приоритет направления это продажи к тому же в настоящее время наблюдать закрепление цены ниже поддержки 113 35 если продавцам удаст закрепить ниже данного уровня ожидается снижение цены меню прошлой недели это отметка 111 00 в качестве альтернативного варианта рассматривается обрат возврат цены к 113 35 с последующим продолжение коррекции к сопротивлению 114 90 если повторный тест будет сопровождаться ложным пробоем то высока вероятность окончательного разворота коррекции образованной от 111 00 рубль в первую очередь посмотрим на дневной графике обратим внимание на то что сегодня состоялся повторный тест ключевого уровня поддержки который является в свою очередь линии шеи это отметка 74 85 линии шеи модели разворота двойная вершина непосредственно тест настоящее время привел к краткосрочным осколку цены вверх то есть пока нельзя сказать что намечает отработки модель разворота что касается часового графика вот непосредственно сам ложный пробой уровень поддержки 75 62 пробой происходил на небольшой дивергенции на объем и настоящее время привел к отсколку цены вверх в область верхней грань краткосрочно нисходящего канала благодаря обновлению локального минимума расположенного ниже уровня поддержки 75 62 по рублю образовался новый среднесрочный нисходящий канал и пока торговля по рублю развивается в рамках данного канала восходящая коррекция образованная от 75 62 может продолжиться выбрать верхней грани канала далее ожидается повторное снижение цены 75 62 сигналом для уверенных продолжения среднесрочной коррекции от 82 72 послужит закрепление цены по факту ниже поддержки 74 86 в этом случае перед продавцем откроется путь к отметке 71 15 в области данного уровня проходит среднесрочная восходящая линия тренда от которой высока вероятность осколка цены вверх золото нисходящая коррекция по золоту образованная вот одна тысяча двести шестьдесят два развернулась вверх в сторону глобального тренда точнее быщего данный разворот произошел после консолидации цены выше поддержки одна тысяча двести с последующим прорыв и закреплением выше краткосрочного сопротивления это отметка одна тысяча двести семнадцать по всей видимости на предстоящей торговой сессии ожидается повтор рост цены к максимум прошлой неделе это отметка одна тысяча двести шестьдесят два в качестве альтернативного вариант рассматривается нисходящая коррекция к 1 1217 с последующий оскок вверх нефть посмотрим на дневной график и в первую очередь отметить тот факт что сегодня состоялся тест линии шей модель разворота двойное дно подход к линии шей привел к образованию краткосрочного отката вниз что касается часового графика в первую очередь отметим непосредственно сам уровень 36 05 к данному уровню цена уже подходила четыре раза и все никак не пробивала вверх непосредственно текущий тест наблюдавшиеся на сегодняшней торговой сессии также сопровождается отскоком цены вниз ближайшими целями выступают две отметки это уровень 33 45 и 32 45 сейчас ситуация по нефти как и по рублю не сам однозначная так как цена уже долгое время торгуется в рейнже уровне 36 05 и 30 55 то есть такой широкомасштаб боковик отскок от верхней грани боковика может привести к снижению цены к нижней грани то есть как сказал ситуация не сам определенная и она наиболее определенная станет только в случае прорыв одного из уровней либо этого вверх либо этого вниз на этом все на связи артем гель подписывайтесь на обновление и до скорых встреч